друзья а с вами denis geek а сегодня у меня на обзоре народный наверное один из самых лучших паяльников которые в себе сочетают очень компактные размеры и параметры которые ничем не уступают паяльнику на жалах t12 эта модель sh 72 с питанием от 12 до 24 а что интересно вот эта вот маркировка dc 55 на 25 это обозначение штекера который подходит к этому паяльнику у нас в местных магазинах радио его знают как этот типаж штекера называется под толстый внутренний диаметр и под тонкий внутренний диаметр я его уже успел запаять на провод ну а теперь перейдем комплектации вы знаете эту почту она не любит что посылки приходили в целости и сохранности потому и коробку досталось как мы видим с описания у нас внутри коробки присутствует значит сама рукоятка паяльника с гайкой жала и именно жала sh 72 soldering iron как вы видите в длину она сильно отличается от стандартного жала t12 кстати обращайте внимание на маркировки жал на подделках обычно они отсутствуют у меня присутствует shk тип s35 также у нас присутствует инструкция на английском и китайском языке в инструкции помимо основных параметров также присутствует еще табличка в которой указаны рабочее напряжение и соответственно мощность которую он будет выдавать при определенном рабочем напряжении и потреблять ток если вы хотите чтобы у вас паяльник мгновенно практически нагревался и использовал всю свою мощь и силу вам потребуется блок питания 24 вольт в любом случае блок питания мне не потребуется потому что моя задумка использовать его от аккумуляторных сборок например 3s 4s либо же 6s это может быть сборка на 18650 аккумуляторах как например вот доделана у меня компрессору либо же можно использовать вместе с литий-полимерными аккумуляторами которые например я использую в радиоуправляемых моделях а зимой конечно же они уже будут не использоваться будут лежать на хранении потому я найду куда их применить все что нам потребуется так это допаять обратный разъем на вторую сторону нашего кабеля который будет питать паяльник и именно таким образом мы не будем привязаны к блоку питания и розетки и паяльник станет у нас прям полностью портативным это еще один плюс этого маленького паяльника перед вот такой вот даже паяльной станции на т12 жалок она в таком габаритном коробке и питается от сети хотя ее можно запитать от аккумулятора но это уже будет немножечко не то ну что ж давайте подключим паяльник но прежде чем с ним работать я бы рекомендовал сделать одну хитрость это поставить световод на светодиод который уже присутствует это светодиод у нас активности и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ставим, допустим, 250 градусов И смотрим, как кушает олово припой В принципе, хорошо Теперь ставим 350 градусов И пробуем отпаять что-то с платы давно уже почившего блока питания Например, вот этот вот конденсатор Оп Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это тот случай, когда мои ожидания были полностью оправданы Этот маленький паяльник имеет все параметры того же паяльника с жалами T12 Только, конечно же, намного ниже цена цена данного паяльника с жалом $12 То есть, жало, допустим, стоит там 2,5-3 доллара Сам паяльник выходит вам, грубо говоря, 9 долларов Это отличнейший вариант с регулировкой температуры Нет ничего лишнего Он хорошо сидит в руке Достаточно неплохого блока питания к нему и аккумулятора Который будет соответствовать параметрам, которые у нас указаны в инструкции Чтобы выдавать соответствующую мощность И он вам будет служить И, друзья, это один из тех товаров, которые я бы на 100% мог бы рекомендовать Ссылочки будут под видео в описании Всем спасибо за внимание А с вами был Денис Гик Пока-пока Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал